Грамотно составить семейный бюджет непросто, но результат того стоит. Эксперты в области финансов утверждают, чем тщательнее ведутся записи о доходах и расходах, тем проще анализировать движение денег и не давать им утекать сквозь пальцы. Многие до сих пор используют для этого бумагу, кто-то привык к таблицам в Excel. Однако наиболее удобными и простыми в обращении являются приложения для мобильных телефонов. Хозяйкам, которые считают, что ежедневные записи не для них, финансисты советуют пользоваться платежными картами. И контролировать бюджет по ежемесячным выпискам. Можно совершать различные покупки в супермаркетах, пополнять счет мобильного телефона, совершать покупки в интернете. Это очень безопасно, легко и просто. Также можно анализировать свои расходы, сколько ты потратил в месяц, какие покупки и где. И при необходимости таким образом можно оптимизировать свой бюджет. Распределяя выплаты на месяц, очень важно учитывать непредвиденные расходы. Например, поломка автомобиля, покупка лекарств и так далее. Кстати, необходимо, чтобы все члены семьи понимали важность планирования. Так дети, зная, сколько уходит на питание, одежду и коммунальные услуги, вряд ли будут просить в магазине дорогие игрушки или гаджеты. Показывать, рассказывать ребенку, что есть экономика, что есть бюджет, что есть, опять же, доходная и расходная часть, что доходы просто так не приходят, да, то есть, ну и так далее, и так далее. То есть здесь уже больше, наверное, с ребенком вести диалог как на равных. Вот как спланировать семейный бюджет. Доход следует разделить на три части. 50% обязательной траты – продукты, коммунальные платежи, кредиты, если они у вас есть, транспорт, одежда и связь. 20% нужно откладывать или для начала погашать ими долги, а затем эта сумма станет неприкосновенной. За 6 месяцев это выработает хорошую привычку накопления. Расход оставшихся 30% зависит от индивидуальных нужд семьи и ее достатка. В любом случае, подробная запись всех денежных движений в семье способна существенно улучшить финансовое положение. Как известно, богатство начинается с экономии.